Доброго вечера, дорогие земляки! Коротко расскажу об итогах сегодняшнего дня. Оперативная обстановка на нашем направлении фронта сохраняется напряженной, но боевой дух нашей частей очень высокий, и они четко выполняют все поставленные боевые распоряжения. Ситуация полностью контролируется вооруженными силами Украины. По данным Минобороны Украины, противник несет значительные потери в живой силе и технике, и основные усилия сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших частей вглубь Херсонской области. Вогновый вплыв Орхив сохраняется в последние дни очень жестким по всей линии соприкосновения. В частности, враг ввел обстрелы и Осокоровки, и Добрянки, и Потемкина, Ивановки и других населенных пунктов на линии соприкосновения. Бьют из всех видов РСЗО ствольные артиллерии и танковые минометы. В Криворожском районе сегодня оккупанты обстреляли опять Зеленодольскую громаду, в городе Зеленодольск попали по дачному массиву. В Вылыкой Костромке, по одной из улиц, также попали в сельхозпредприятия, там загорелись склады с зерном, силами ДСНС, пожар потушен. Людей, слава Богу, нигде не задело. То есть враг продолжает обстрелы совершенно мирных объектов и населенных пунктов. Постоянно ведется разминирование территории Криворожского района, который враг систематически обстреливает запрещенными кассетными боеприпасами. Они могут разрываться и сразу, и спустя довольно долгое время, поэтому крайне опасно. Сегодня опять было обезврежено еще 33 вражеских кассетных боеприпасов в районе Новомарьяновки и Апостолова. В Кривом Роге и районе ситуация полностью стабильная. Мы продолжаем помощь военным в усилении нашей обороны. На всех периметрах обороны, в том числе и за пределами Днепропетровской области. В частности, мы работаем, естественно, и в Херсонской, и в Николаевской области тоже строим. Также продолжаем пополнение стратегического запаса города по продуктам и медикаментам. Продолжается помощь от города криворожским семьям. Уже выдано на втором этапе 36149 бесплатных продуктовых наборов. С учетом первого этапа помощи от города, эту помощь получили уже более 71 тысячи криворожских семей. Все 28 пунктов выдачи работают стабильно, очередей фактически нет. Помощь можно получить в любое удобное для вас время. Также работники соцслужбы и исполкомов идут навстречу тем людям, которым действительно тяжело прийти за самой помощью. Им наборы доставляют на дом. В Криворог продолжают пребывать беженцы. До сегодняшнего дня это еще 172 человека, больше половины из Херсонской области, в том числе из реально фронтовых сел, даже не прифронтовых. Многим помогаем с эвакуацией буквально из-под обстрелов. Так, например, из Белоусова, это тоже линия фронта, удалось сегодня эвакуировать дедушку 92 года. Вы представляете, что испытывает этот человек, который пережил Вторую мировую войну, а теперь вынужден спасаться от ужасов войны опять, развязанной орками. Ему и другим переселенцам, кто в этом нуждается, мы оказываем всю необходимую помощь, расселяем, кормим, делаем все, что надо. Всего в Крымроге уже более 52 тысяч только официально зарегистрированных беженцев. Реально от 65 до 70 тысяч уже. Так заканчивается этот день. Очень убедительно всем еще раз напоминаю о соблюдении правил военного времени и особенно воздушной тревоги. Только сегодня под утро враг выпустил по нашей области 7 ракет. Благодаря профессионализму наших сил ПВО большое вам спасибо. Шесть ракет было сбито над Синельниковским районом и городом Днепр. Одна прилетела по частному сектору в городе Покров, добывшая от Жальникидзе. Слава Богу, в этот раз обошлось без жертв. Но когда и куда орки вновь запусят эти свои ракеты, предсказать невозможно. Берегите себя, своих близких. Также еще раз обращу внимание на соблюдение пожарной безопасности. На улице стоит жара. Будьте крайне осторожны и контролируйте своих детей. Вот уже было несколько возгораний из-за детских игр с огнем. Дисциплина, выдержка, спокойствие тоже наше оружие. Верим в наши вооруженные силы. Все вместе приближаем победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.